На целую неделю активность наших прихожан хвостакте, хвостобуки, хвостограмме она поуменьшилась немножко. Не знаю, конечно, с чем это связано. Может быть и с проповедью, и я так подумал, скорее всего, с проповедью, но вот результаты были таковы. Даже мы с братьями собрались в среду для того, чтобы помолиться, для того, чтобы поговорить о Боге, и практически ни одного свидетельства не было. Все говорят, пастор, ну ты сказал мне хвалиться, мы теперь все, даже со свидетельствами завязали навсегда. Ну, друзья мои, я не об этом вообще-то говорил, чтобы мы не свидетельствовали о Боге. Интересно, как люди слышат проповедь и как они интерпретируют. Каждый в своей плоскости, каждый по своему развращенному уму, как я говорю иногда. Некоторые подходят и говорят, а что теперь вот даже нельзя свидетельство разговаривать? Я говорю, друзья, каждый внутри нас понимает, когда он хвалится. Я об этом говорил. Если Бог сделал что-то в вашей жизни, и вы знаете, что рассказав об этом, прославится Господь, ну и вы чуть-чуть, то это нормально. Чуть-чуть, да, это нормально. Потому что хвостоство – это излишнее восхваление себя, излишнее. А когда чуть-чуть похвалить, можно, друзья мои. Поэтому и я не запрещаю вести Инстаграм, и я не запрещаю вам быть в ВКонтакте и в Фейсбуке. Друзья, это вообще не об этом было. Потому что однажды я услышал о том, я разговаривал с одним человеком, и просто попросил его на тот период, на который надо было, не выставлять своих фотографий. И потом я услышал, что наш пастор запрещает фотографироваться. И это так рассказывалось, таким, ну прям, обвинением. Я говорю, ну, друзья мои, не запрещаю я никому фотографироваться. Фотографируйтесь, пожалуйста. Ради Бога. Выставляйте, где хотите. Ради Бога. Я говорил о хвостостве. О хвостостве, когда мы хвалимся сами собой, своими делами. И когда в этом не Бог прославляется, а мы, я хочу напомнить вам о том, что когда мы хвалимся, Бога рядом с нами нет, друзья мои. Он отходит в этот момент и испытывает наше сердце. И еще повторю, нам вообще нечем хвалиться. Потому что все, что мы имеем вплоть до нашей жизни, дал нам Господь. Ему за это слава. Давайте его прославим. А сегодня моя проповедь будет называться «Вдали от Отца». Наверное, каждый из нас слышал слова Иисуса, которые сказаны им в Евангелии от Иоанна, в пятой главе. Он говорит, «Я не могу ничего творить сам от себя, если не увижу Отца творящего. Ибо что творит Отец, то и Сын сотворит так же». Так говорит Иисус. Иоанна 5, 19. А дальше в восьмой главе, в 29 стихе, Иисус продолжает эту мысль. Он говорит следующее. «Пославший Меня есть со Мной. Отец не оставит Меня одного, ибо Я всегда делаю то, что Ему угодно». Ибо Я всегда делаю то, что Ему угодно. Иоанна 8, 29. Иисус говорит, что пока Он не увидит, что делает Отец, Он не станет ничего делать. Он говорит, «Мои дела зависят от того, что делает Отец». И самое интересное, для того, чтобы увидеть, что делает Отец, или вообще для того, чтобы увидеть, что делают другие люди, тебе надо пребывать рядом с ними. Ты не можешь видеть, находясь здесь в Сочи, что делает человек в Краснодаре. Но если он не выставит на показ своих каких-то дел. Но мы можем увидеть короткое, короткий какой-то фрагмент его дел, если он даже выставит. Но всю жизнь мы Его не видим. Для того, чтобы видеть, надо находиться рядом с Ним. И Иисус говорит, «Отец находится рядом со Мной через то, что Я исполняю Его волю». Друзья, я хочу сегодня сказать о том, что Бог находится с каждым из нас тогда, когда мы исполняем Его волю. Через Свою волю или через исполнение нами Его воли, Бог находится в непосредственной близости рядом с нами. И поэтому нам не только надо быть или стремиться быть рядом с Богом, но прежде всего знать Его намерение, знать Его волю, знать, как Он смотрит на эту ситуацию, как Он относится к тому, что мы сегодня делаем. Аминь! Читая историю об Иосифе, которая легла в основании нашей серии проповедей, мы видим, что Отец любит Иосифа. Он его любит так, что он отделяет его от всех остальных сыновей своих тем, что шьет ему костюмчик от кутюр, такой приятный, разноцветный. И вот его сын возлюбленный, он ходит, отделяется этими одеждами от всех остальных сыновей, показывая особенную любовь своего отца к нему. Но когда мы читаем об Иосифе, особенно ранний период его жизни, мы нигде не находим, что Иосиф любит отца. Или что Иосиф любит своих братьев. Мы находим, что братья ненавидят Иосифа. И мы, зная эту историю, мы говорим, о, какие братья негодяи. Но давайте посмотрим на Иосифа. Мы нигде не видим, что Иосиф любит своего отца на первых вот этих годах своей жизни. И этому есть объяснение, потому что подростки, юноши, они пользуются корыстной любовью своей семьи, как Иосиф. Они пользуются защитой, любовью, обеспечением. Также и подростки и юноши в наших семьях, посмотрите на наших детей, они, наверное, даже и не задумываются о том, любят ли они папу своего или маму свою. Это взрослые задают им вопрос, кого вы больше любите, папу или маму, самый глупый вопрос. И он стоит, думает, кого же я вчера любил больше, папу или маму, кто мне там что-то сделал приятно. А, папа дал конфеты. Ну, папу, наверное. Или кто со мной сегодня рядом, папа или мама? Я помню, однажды у нас дети пришли в церковь, я люблю с детьми разговаривать, потому что все узнаешь, что происходит в семье. Поговори с детьми немножко и все узнаешь, не надо там ничего. И я спрашиваю одну девочку, говорю, слушай, а кто у вас в доме хозяин, папа или мама, кто глава семьи? Она говорит, посмотрела на меня, ну, говорит, когда дома мама, а когда в церкви папа. Я говорю, все понятно, ясно. И знаете, дети, они не задумываются, кого они больше любят. Им вообще это не нужно. Они пользуются бескорыстной любовью своих родителей. Они не знают, как там в холодильнике появляются продукты. Они не знают, как папа зарабатывает денежки. Их могут научить. У нас, помню, сына научили и говорят, покажи, как папа зарабатывает денежки. И он об кулаки вот так бьет, говорит, а как мама тратит? Он говорит, понимаете, вот мы их научим вот таким вещам, чтобы радоваться и все. А они ведь на самом деле не задумываются. И Иосиф тоже, он жил и не задумывался. Любит он своего отца. Он видел особенную любовь своего отца к себе. И знаете, что делал? Пользовался этой любовью. Даже не думал о том, достоин, недостоин я этой любви. Просто пользовался. Вот так вот и подростки, вот так и юноши в своих семьях, они просто пользуются тем, что делают... Вы понимаете, о чем я вообще говорю? Тем, что делают их родители. Пользуются и не задумываются. Но любовь к своим родителям, это эгоистический образ жизни где-то, в какой-то мере. Но порой полезный. Но любовь к своим родителям появляется в более осознанном возрасте. Когда мы взрослеем. Знаете, я вот заметил, что когда я стал взрослеть, я понял, что я люблю своих родителей. И вот поздно любить уже отца, потому что его нет. Надо было раньше, а его сегодня нет. Рядом со мной. И я сегодня не могу ему явить свою любовь. И ты являешь ее своим родителем. В позднем возрасте. Вот почему-то осознание приходит в позднем возрасте. И мы видим, что Иосиф потом в последствии повествования его жизни тоже так же воспламенел любовью к своему отцу и к своему младшему брату Вениамину. Мы это находим потом в текстах. Но вот на ранней стадии мы ничего подобного не видим. И видим даже более того, что когда он был предан своими братьями, он хотел забыть свою семью. Так и написано, что он даже сына своего, одного из сыновей, назвал Манасий. Посмотрите, Бытие 41, 51 сказано. И дал имя Манасия, потому что говорил, Бог дал мне забыть все несчастья мои. И слушайте внимательно. И весь дом моего отца. Он думал реально, что Бог дал ему возможность забыть его семью. И я отчасти понимаю, потому что воспоминания с его семьей, они были связаны с огорчением, с горостью, с обидами, с предательством и со всем плохим, потому что братья предали его. И все это перекрыло. Все перекрыло то, что делал отец в его жизни. И он хотел избавиться от этого и позабыть все это, позабыть свою семью. Но послушайте меня. Я хочу задать вам вопрос на такие Библии. А какова главная цель была Иосифа? Иосифа? Разве не было целью Иосифа спасти израильский народ? Разве не было целью Иосифа спасти 12 своих братьев или 11 своих братьев, которые и являлись 12 коленами Израиля? Разве не это была его главная миссия? И если бы братья не вернулись за хлебом, скорее бы всего Иосиф упустил свою главную миссию. Потому что, послушайте меня, главной миссией Иосифа не было стать премьер-министром. Не было жить в успехе. Как многие сегодня смотрят на Иосифа и думают, вот она, победа в Иисусе Христе. Стать вторым лицом в государстве или быть таким успешным, что правильно распоряжаться хлебами и деньгами государства. Это не главной абсолютно миссией было Иосифа. Это было просто средство к тому, чтобы избавить израильский народ. Вот что было главной миссией. И представьте, Иосиф из-за огорчения своего хотел забыть эту главную миссию. Он говорит, Бог дал мне забыть мою семью. Послушайте, не все, что написано от героев, кроме Иисуса Христа, есть прям истина и истина или правда-правда. Это сказано, как они думали, как они мыслили. Но это не значит, что Бог соглашался с их мыслями. Потому что мы думаем, что люди, о которых речь идет в Библии, они прям идеальные-идеальные были. Это неправда, друзья. Они были такие же, как и мы. Но знаете, в чем прелесть? Бог все их недостатки использовал во благо. Потому что в Римлянам 8 главе написано, что Бог все любящим его и призванным по его изволению использует во благо. Это мы сегодня знаем историю об Иосифе. И мы говорим, ну, когда он рассказал свой сон, он не хвалился. А что он делал? Пророчество рассказывал? А почему здесь тогда говорят, дай мне забыть всю мою семью? И в Писании, когда вы читаете об Иосифе, когда он, говорит, увидел братьев, там написано, по-моему, в 41 главе, он вспомнил свои сны. Он даже забыл об этих снах, об этих видениях, об этих пророчествах. Обо всем забыл. Почему? А потому что у него другое было в голове. Он хотел, как и все мы, жить в успехе. Жить в благословении. И не задумываться о той миссии, которую Бог вложил в наше сердце. А ведь для каждого из нас есть главная миссия, которую Бог вложил в наше сердце. И знаете что? Дьявол будет восставать периодически на нас, для того, чтобы убрать наш фокус, наш взгляд с этой миссии и подсунуть тебе что-то другое. Иосиф жил некоторое время, не подозревая о своей миссии. Он забыл эти сны. И он просил Бога о том, чтобы он избавил его от воспоминаний о своей семье. И я увидел, что порой, когда нас, братья, обижают и сестры, мы тоже так же пытаемся забыть о своей семье, убежать из этой семьи. Но вот что хочу вам сказать. Без тех людей, которые Бог поместил рядом с вами, Бог поместил рядом с вами, акцент на это, мы не сможем исполнить нашу миссию. Никогда. Знаете, ну когда нас огорчат, когда нас обидят, нам так хочется под куст можжевеловый и сказать, что я только один остался, Господь и моей души только ищут. Все совратились с путей истинных. Я только один такой остался. Несчастный, всеми огорченный, всеми отвергнутый, я один. Только один. Бог говорит, да неправда это. Я еще там семь тысяч приготовил. Неправда. В Израиле, которые не преклонили своих коленей перед другими богами. Я приготовил таких людей. Поэтому, когда нас обижают, мы с легкостью уходим из домашних групп. Мы с легкостью уходим из церквей. Мы с легкостью уходим из семей. И тем самым мы уходим от исполнения своей миссии. Скажи аминь. Не огорчайся, дальше будет лучше. Не переживай. Я знаю, куда я веду. Ну, давайте обо всем по порядку. Итак, после того, как и... Можно я посмотрю время? У меня просто мысль очень длинная. Я думаю, может быть, мы на две ее поделим. Потомить вас немножко окончанием. Или я, может быть, Бог даст. Помолитесь за меня, чтобы Бог дал мне кратости. Кратость, семья. Ой, это кратости, это сестра таланта. Да, да, вот. Как правильно слово называть? К жене подойдите, она потом расскажет. Ну, давайте обо всем по порядку. Итак, после того, как Иосиф хвалился своими снами, я по-другому это не назову, рассказал. Хорошо, для кого это может быть не так. Рассказал свои сны. Мы читаем. 12 стих, 37 глава. Мы так долго в этой главе находимся, но здесь очень много, о чем можно говорить. Братья его пошли пасти скот отца своего в Сихем. И сказал Израиль Иосифу, братья твои не пасут ли в Сихеме? Пойди, я пошлю тебя к ним. Он отвечал ему, вот я. И сказал ему, пойди, посмотри, здоровы ли братья твои и цел ли скот? И принеси мне ответ. И послал его из долины Хевронской. И он пришел в Сихем. И нашел его некто блуждающим в поле. И спросил его тот человек, говоря, чего ты ищешь? Он сказал, я ищу братьев моих. Скажи мне, где они пасут? И сказал тот человек, они ушли отсюда, ибо я слышал, как они говорили, пойдем в Дафан. И пошел Иосиф за братьями своими и нашел их в Дафане. И увидели они его издали. И прежде нежели они, и прежде нежели он приблизился к ним, стали умышлять против него, чтобы убить его. И сказали друг другу, вот идет сновидец, пойдем теперь и убьем его, и бросим его в какой-нибудь ров, и скажем, что хищный зверь съел его, и увидим, что будет из его снов. Друзья, читая эту историю, мы видим, что отец говорит Иосифу навестить братьев в Сихеме, но братья ушли в Дафан. Иосиф, побродив немножко, узнает, что братья не в Сихеме, а в Дафане, и идет туда, где пасут скот его братья в Дафан. И когда он к ним приближался, они увидели и сдали его и решили убить его, решили поступить по злобе своей. И мы читаем в Бытие 37, 23 стих. Когда Иосиф пришел к братьям своим, они сняли с Иосифа одежду его, одежду разноцветную, которая была на нем, и взяли его и бросили его в ров. Их раздражали сны, потому что когда они увидели, мы читаем его идущим, они сказали, вот он сновидец, давайте убьем этого сновидца. Их раздражало то видение, которое Бог дал Иосифу и которое он рассказал им. И их раздражали эти цветные одежды, которые свидетельствовали об особенной любви их отца к Иосифу. Друзья, вот так и мир пытается сорвать с нас одежды праведности как братья Иосифа сорвали одежды разноцветные с него и смазали кровью козленка и принесли отцу и сказали, что твоего сына разодрали дикие звери. Вот так же и мир пытается сорвать с нас одежды праведности, потому что они раздражают этот мир, они раздражают дьявола. Эти одежды праведности, которые испачканы не кровью козленка, а окроплены кровью Иисуса Христа, в которой одел нас Господь и сказал или показал всему миру, друзья мои, особенную любовь к тебе и ко мне. Бог по-особенному любит тебя, поэтому Он и дает тебе одежды праведности, самые лучшие, самые светлые одежды, которые может иметь только человек. Мы с вами облачены в одежды праведности и эти одежды они свидетельствуют этому миру и во всем духовном мире нашу принадлежность, что мы принадлежим великому и всемогущему Богу, друзья мои. Что было и с Иосифом. И дьявол, зная об этом, пытается сорвать с нас эти одежды. Он пытается, он выдумывает разные ухищрения, придумывает разные ловушки для того, чтобы ты угодил туда. Но так как дьявол не может с нас сорвать эти одежды, он пытается сделать так, чтобы мы сами их сняли. Сняли через грех, который мы с вами делаем. Сняли через то, что не угодно Богу. И вот, что я увидел, друзья мои, в этой притче мы видим, что старшие братья были непослушны своему отцу. Скажете, почему? А потому, что отец четко сказал, куда пойти. Он сказал им, идите, куда? В Сихем. Но они взяли, пришли в Сихем, мы не знаем, по какой причине они перегнали скот в Дафа. Не знаем, может быть, там не было травы, но ни о чем не говорит Библия. Но говорит Библия о том, что они пасли не свой скот, они пасли скот своего отца и по сути распоряжаться, как они хотели этим скотом, они не могли. И если бы они захотели повести сход в Дафан, они бы должны были предупредить своего отца и спросить у него разрешения, по крайней мере. Но они этого не сделали, потому что мы видим, что отец посылает Иосифа в Сихем. Он так и думает, что его сыновья, его стада находятся там, куда он их послал. Знаете, что я увидел? Что мы в своей жизни тоже так поступаем? С тем, что нам дает Господь. Мы начинаем распоряжаться по своему усмотрению. Вот когда мы просим у Господа, тогда да, мы стоим на коленях и мы взываем, мы выпьем к Господу и говорим, Господь, нам это нужно? Дай, пожалуйста, нам это. Что вы все голову-то так повесили? Не переживайте, все будет хорошо. Или вам истории про общежитие рассказать? Не вешайте голову, послушайте серьезную пищу. И когда мы просим у Господа, мы готовы поститься, мы готовы молиться, мы готовы искать Его воли. Но вот в чем суть, когда мы получаем от Господа, мало кто преклоняет колени и спрашивает, Господь, а как этим распорядиться? Потому что тогда, когда мы получили, мы уже становимся хозяевами. Вот по какой-то причине мы уже начинаем этим обладать, мы начинаем этим распоряжаться по своему разумению, мы начинаем уже с код без учета мнения нашего отца гнать из сихем Авдафан. Мы непослушны через это. Сыновья старшие были непослушны. Может быть, вы потом другую интерпретацию найдете, но это мои откровения. Послушайте, я приведу к чему. То же самое Иосиф был непослушен своему отцу до конца. Куда его послал отец? В сихем. И что он сказал ему? Иди посмотри и принеси мне ответ. И по сути своей, не найдя в сихеме скота и братьев, что должен был сделать Иосиф? Возвратиться к своему отцу и сказать, папа, а их там нет. Их там нет. Они тебя ослушались в очередной раз. Ну, что тебе стоило, ты постоянно стучал на своих братьев? В этот раз решил не постучать, что ли? Но он проявил смекалку, как многие из нас думают, и пошел дальше обычного. Он блуждал, написано. Интересно здесь, некто, даже не говорится о ком, некто, можно я посерьезнее скажу вещи? Можно, да? Некто нашел его блуждающим. Он блуждал, он не знал, что делать. И даже не называется имени этого некто. Кто-то. Знаешь, вот когда мы с вами блуждаем, мы не к папе приходим, где есть ответ, что делать. Хотя, зачем блуждать, Иосиф? Тебе нужно было просто пойти к папе назад и сказать, папа, их там нет, что делать дальше? Папа скажет, подожди, я сейчас вышлю гвардию и узнаю, что там случилось. А он сказал, нет, надо проявить смекалку. Узнал от некто, от не знает кого. И пошел в дофан к своим братьям, за что и поплатился, друзья мои. И вот вам откровение, братья никогда с него не сняли одежду, будь он вблизи своего отца. Послушайте, дьявол никогда не снимет с нас одежды, если мы находимся вблизи нашего отца. Это вдали от нашего отца. Братья осмелели и решили сделать, что захотели, сорвав с него эти цветные одежды, бросили его в ров, убить хотели, там старший брат вмешался, целую процедуру затеяли. Могли бы они это сделать, если бы был рядом отец? Никогда. Никогда и никогда. Потому что рядом отец. Вблизи отца всегда есть безопасность. Знаешь, когда дьявол снимает с нашей одежды или заставляет нас самих снять наши одежды? Когда мы удаляемся от нашего отца? В Новом Завете есть прекрасная притча о блудном сыне. Ну, я думаю, успею. И когда мы слышим эту притчу о блудном сыне, мы думаем, что речь идет о людях отступников, которые ушли из церкви, отошли от отца, но первое, что нам приходит на ум, это блудный сын, правда ведь? Блудный сын. И вот всегда рассказывается о том, как люди, забрався в часть своего умения, ушли от отца и расточили ее. Но правда ведь заключается в том, что здесь как минимум три действующих лица, как минимум главных действующих лица. Первое, это отец с его расточительной любовью. У отца всегда расточительная любовь. если человек является отцом, его любовь, она неразумна в каких-то вещах, потому что мы иногда неразумно любим своих детей, мы расточаем, потому что от детей пользы нет, друзья мои. они просто объект любви. Но польза, которую ты получишь, ну просто эмоционально ты можешь умилиться, и вот чуть-чуть эмоции получить. Ну какая польза? Они как саранча едят, съедают в доме твоем, гадят где хотят, говорят тебе где хотят. Ну какая польза? Ну не так или так? У кого нет детей, они говорят, не может быть так, так не может быть. А у кого их несколько, они говорят, ну да, ну ты правильно говоришь, но все-таки мы их любим. Или нет? Ну вот нечто происходит с нами и Отцом Небесным, но польза-то по большому счету от нас мы поклоняемся Господу. Послушайте, Ему есть кому поклонять, все творение Ему поклонять, все дышащее да славит Господа. Не только ты один дышишь, а сейчас ты дышишь через раз в этом. Второе это младший сын с его расточительностью к имуществу и третье это старший сын с его безупречностью и самоправедностью. Вот такой хороший он был. Отец в этой притче символизирует Бога, друзья мои, младший сын грешника, который взял все свое имущество или имущество отца своего, пошел и расточил. А вот старший сын это по сути фарисей. Ну конечно не современный тот, ветхозаветный фарисей, потому что в современности фарисеев нет. Мы все в духе. Аллилуйя! Аминь! Дух каждому говорит из нас. Благодать нас научает. Аминь! Правда каждому по-разному говорит. Об одном и том же деле мы спорим часто. Но все-таки мы в духе. И вот старший сын это по сути своей фарисей, который напоминает религиозных людей. Религиозные люди. Посмотрите, мы видим, что в конце этой притчи, не будем читать притчу, прочитайте это глава 15 от Луки, прочитайте эту притчу дома, домашнее задание. Мы видим, что в конце этой притчи отец все-таки обращается к старшему сыну. И на этом притча заканчивается. И по сути своей эта притча не к тем людям, которые взяли свое имущество и отошли от Бога, а к нам, к людям верующим. Открою вам великую тайну. Неверующие люди Библию не читают. А еще большая тайна и верующие редко стали читать. Даже здесь соглашаются. И посмотрите, эта притча показывает нам, что и младший сын, и старший сын были отдалены от отца. Оба сына были далеко от отца. Отцу пришлось выходить на улицу для того, чтобы звать своих сыновей на пир, который он устроил. Он и младшего позвал. Помните, когда младший возвратился, отец выбежал к нему навстречу. А с каким намерением то шел младший сын к отцу? У отца в доме его даже слуги переизбыточествуют хлебом. Пойти пожрать, если вот так сказать. Все, уже рожки ем, все, закончилось. Пойду хоть поему отца в доме. О каком восстановлении моего статуса может идти речь? Мне бы хотя бы хлеба там вместе с слугами поесть. А что сделал отец? Выбежал навстречу, дал мундир с погонами или с погонами, кольцо ему на палец и что сделал? Пир устроил. Вау, пир устроил. Да, пир. Но ему надо было звать своего сына. И мы видим, что и старшего сына отец тоже зовет. Посмотрите, если младший сын отдален от отца и показывает свою нелюбовь к отцу, потому что он не любит отца, он взял часть своего имущества. Подожди, а ты его собирал от его имущества? Другими словами, многие толкователи Библии говорят, он по сути своей сказал, что ты отец умер для меня, взяв часть этого имущества. Он оскорбил своего отца и тем самым показал свою нелюбовь. Но и старший сын тоже выразил свою нелюбовь к отцу, потому что когда нашелся младший сын и отец устроил пир, старший сын стоял оскорбленный. Он не разделял радость отца. Он скорбел по тому, как отец неразумно тратит свое имущество, а скорее всего не свое, а его имущество. Потому что он четко знал, что отец разделил между ними имущество. Так было написано. И то, что оставалось уже у отца, это было его. И он увидел, что отец из его имущества устраивает пир. Его быка заколол. Знаете, мы иногда даже ничего не имеем, а уже думаем мое. тратит. Еще даже не унаследовал, а уже как свое считает. Мое служение, моя домашняя группа. Ну да, по сути так. Но не для того и не для этого, как здесь написано. И он стоял огорчен, он не разделял радости отца. И это говорит о том, что он не любил. Так же, как и младший сын своего отца. Разница лишь заключалась, знаете, в чем среди этих сыновей? В методе получения имущества отца. Если первый в наглую сказал, отдай мне, и я пошел, то второй своим хорошим поведением хотел заработать имущество отца. Он так и сказал, я ни одного приказания твоего не приступил. В итоге выходит, что двумя способами можно быть вдали от отца. Первый это быть аморально плохим человеком и вести распутную жизнь. Знаете, таким в грехе пребывать. И в этом состоянии ты будешь вдали от отца. А второй быть очень хорошим. Соблюдать заповеди и иметь примерное поведение. но при этом пытаться заполучить то, что есть у отца. Как это знакомо сегодня, друзья мои. Если младший сын плохим поведением забирает наследство, то старший сын размышляет так. Послушайте, как размышляет старший сын. Не узнает ли кто-то себя или соседа? Себя-то точно нет, соседа должны узнать. Вот сейчас соседа точно узнать. Я все делаю так, как говорит Отец. Поэтому он должен меня благословить. Он должен мне отдать мое. Узнала, да, кого-то? И вот для такого человека Иисус не будет никогда спасителем. Он будет для него помощником, тем, кто благословляет, вдохновителем, но не спасителем. Потому что такой человек спасает себя самоправедностью своей или своим хорошим поведением оказывается не только своей аморальностью, но и своим хорошим поведением, но при этом религиозным поведением можно отвергать Бога, друзья. Можно отвергать Бога. Мы часто основываемся на принцип я поступаю правильно и поэтому принят Богом. И Бог должен сделать все так, как я хочу. Вот такой у нас принцип. Ты смотришь на свою жизнь, оцениваешь ее, это нормально, каждый человек оценивает свою жизнь, и ты видишь, все в моей жизни правильно. Я утром молюсь, я Библию читаю, я даже вот как-то по-другому стал вести себя с женой или с мужем, с братьями, я в принципе поступаю правильно, значит, я должен ходить в успехе, ну, прежде всего в материальном. А если вдруг в этот момент, когда ты поступаешь правильно, у тебя не успех, ты начинаешь задавать вопрос, что случилось? Бог, почему ты молчишь? Что тут происходит? Ты начинаешь себе рыться, искать, где ты поступаешь неверно и даже находишь. Но послушайте, чему нас Библия учит, Евангелие учит нас совершенно другому. Послушайте, чему учит Евангелие. Евангелие говорит, я принят из-за того, что сделал Господь. Я принят еще раз. Не из-за того, что сделал я, а из-за того, что сделал Господь. А что сделал Господь? Умер за меня. И потому, что я принят, я и поступаю правильно. Не потому, что я поступаю правильно и Бог меня теперь принял. У людей, у которых есть откровение о сыновстве, о усыновлении. У них и поведение совершенно другое. Вот они, эти люди, понимают, что они приняты, и из-за того, что они приняты в семью, они ведут себя должным образом. Потому что они царские особы. Можно раба нарядить в одежде царя, но он так и останется рабом по своим замашкам и по всем остальным характеристикам своего поведения. А можно наоборот царя нарядить в лохмотье, но по манерам его вы узнаете, что он царь. И никогда не перепутаете. И если ты царственная особа, у тебя и манеры будут особенные. Ты не позволишь себе поступать плохо. Не из-за того, что ты боишься наказания, не из-за того, что ты боишься неуспеха в своей жизни или что-то у тебя отнимут, а потому что ты по сути таков, и ты не можешь вести себя по-другому. Посмотрите сегодня на нас. Посмотрите сегодня на нас. Есть ли у нас откровение о принятости, об усыновлении, о царственной особенности своей, о том, что ты особо царственная, а не просто, извините за это выражение, быдло какое-то. Бог принял тебя в свою семью. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok